конечно есть вопросы которые мне неприятно обсуждать не хотелось бы о них говорить но мы должны знать что закон говорит вчера мы подняли вопрос есть такие люди которые ошибочно думают что если у человека нет детей то если женщина она проглотит то что мы обрезание делаем крайнюю плоть ее надо похода не надо поставить на песок хоккейстар называется некоторые ошибочно думаю что если ребенок женщину не имеет детей то есть она проглотит проглотит кранную плоть этого ребенка то это ей бог даст детей это конечно большая ошибка и вот одна семья у них родился еще один мальчик они звонят рабаю который делает обрезание но гель называется на иврите и они говорят раба и у нас родился мальчик мы хотим что вы ему сделали обрезание мы не будем звать первого раба и который нам обрезание 1 сделал к чему потому что когда он нам обрезание сделал мы потребовали чтобы он дал нам крайнюю плоть и он нам ее не дал а мы вам говорим условия что выдавали нам крайнюю плоть этого младенца у нас есть одна родственница у нее много лет не детей чтобы она это проглотила это неприятно этого об этом говорить но по закону можно это делать или нет должен ли раба и согласиться на это условие или сказать не извиняюсь я вам не дам крайнюю плоть и ребенка я должен ее предать земле вы должны знать что это большой большой грех кушать плоть человека как написал бен ишхай и бамбасара адам асулах номина тура это грех который так написал рамбам некоторые раз что это мудрецы запретили есть большой спор кто запретил хотя во время войны были такие ситуации что люди из-за того что нечего было кушать все вы помните у меня есть одна родственница пожилая которая не рассказывала что во время войны они ели понимаете очень страшно то что было во время войны чтобы спасти свою жизнь а иначе нельзя человеку нельзя человеку глотать эту крайнюю плоть поэтому могель должен ее поставить на этот песок а дальше уже они сами перед богом будут отвечать я быстро хочу закончить эту тему я не хочу об этом много говорить итак вопрос который один человек задает можно ли я это мой вопрос я спереди как я буду читать есть вещи которым нельзя нам отказываться есть например вас попросили что вы прочитали сефар таро вам можно отказывать или не говорится нет я не хочу читать дайте другому три вещи укорачивает жизнь человека одна из них если человек отказывается читать сефар таро если ваше имя сказали я модели али ваше имя сказали имя вашего отца то вам нельзя говорить день я не хочу читать если ваше имя еще не произносить не произнесли вы можете сказать дайте ему потому что него ганды годовщина отца или мамы но если ваше имя уже сказали отказываться нельзя а можно ли человеку отказываться чтобы не брать сандок люди пришли говорят мы вас уважаем мы вас любим мы хотим вам дать сандок но гореть я не хочу брать сандок это укорачивает жить человека или нет если вы отказались и у вас есть хорошая причина почему вы отказались на самом деле это произошло со мной я уже брал сандок жизни но до этого ко мне пришла одна пара который я женил венчал и они говорят раба и у нас вот-вот худуха должен родиться второй мальчик мы вас уважаем мы хотим вам дать сандок я дару а вы папе своему дали сандок он говорит нет я с папой не разговариваю я стал я не могу брать сандок пока вы папе не дадите сандок я не могу вас брать сандок потом второй сандок он сам взял потом только третий сандок сколько раз я ему говорил дай сандок дай сандок папе слава богу что он попадал все-таки сандок есть люди которые папе сандок не дают они говорят мой папа не религиозный он сама не держит да надо обязательно постараться дать сандок то держит шаббат но я очень и очень строгий насчет того чтобы человек папе дал сандок он должен сайт папа вы должны соблюдать шаббат вы должны раскаиваться за свои грехи у меня уже были звонки один человек его папа был много лет на инвалидной коляске он много-много лет был приковано инвалидной коляске 10 лет примерно он не мог ходить и у него родился мальчик он граба и у нас говорят кому ты сандок дашь ребенок будет на него похожим похожим как каким образом похоже характером или судьбой он говорит вот мой папа инвалид я боюсь ему давать сандок я не хочу чтобы мой сын тоже был инвалид я сам ничего своим сыном не будет дай папе своему сандок возьми благословение своего отца это если твой папа инвалид это не значит что твой сын завтра будет инвалид может быть характер и будут его одинаковые может быть много людей говорят что характер иногда похожи и на самом деле он взял мой совет он дал сандок своему отцу через три месяца из-за ошибки врачей в возрасте 77 лет его папа скончался я стал ты видишь ты взял до своего отца сандок ты дал вот он успел перед смертью взять сандок он ушел от вас довольный поэтому не надо бояться если папа инвалид что твой сын тоже будет инвалид на самом деле если человек уже дал сандок непорядочному человеку это можно как бы исправить или нет во первых я еще раз хочу напомнить всем нашим слушателям и зрителям я хочу чтобы были скандалы и чтобы люди сказали вот но еще раз напоминаю что есть такая вещь называется сандок решен я уже не могу ее отменить это не грех но сандок решен не существует сандок решен это люди выдумали придумали чтобы еще одного человека успокоить ко мне звонит один бухарский парень граба и завтра у меня обрезание моего сына а марокканский еврей раба и который будет обрезание делать он не знает что такое сандок решен я говорю правильно потому что нигде не написано это люди выдумали чтобы еще одному человеку рот закрыть поэтому сандок решен не существует кто-то придумал и так если уже человек дал сандок непорядочному человеку что он должен сделать один человек раба и у моего сына нет детей сандоком был тот тот человек который тоже в начале много лет у него детей не было может быть из-за этого моего сына нет детей это совсем к этому не относится это к этому не относится если уже человек вы нужны дать сандок непорядочному человеку то он должен попросить хорошего человека порядочного чтобы он ноги ребенка держал во время обрезания когда человек держит ребенку ноги это назвал настоящий сандок вопрос такой значит мы сказали сандок не укорачивает жизнь человек если вы отказались это что люди очередь становится стоят когда обрезание заканчивается все хотят бежать кушать а этот сандок нам большая очередь меня благослови меня благослови нигде в книге не написано что сандок должен кого-то благословлять я вам уже принес пример мы проснили пример мини что если полицейский вас арестовал не дай бог и потом он говорит я тебе даю только возможность сделать сегодня одну митву или ты будешь сандок или ты будешь завязывать твилин какую митву он должен сделать сандок или твилин конечно много людей которые тору не знают они побегут чтобы сандок он должен пойти завязать филин потому что завязать филин это написано в торе восемь раз когда человек завязывает филин 4 митва на руке 4 митва на голове 8 митву от у него по торе но держать ребенка это намек на улице дается на шоке сэма цадик юльду альберке иосиф иосифа цадик перед смертью увидел внуков и правнуков которые они росли на его коленах то есть он был как для них сандок сандок это какое слово это еврейское слово или это африканское слово это греческое слово он переводится на английском god father отец покровитель так сандок это не нечисто еврейское слово это греческое слово значит он должен завязать твилин тому что твилин завязать больше митва чем быть сандок люди за сандок готова до 50 тысяч был один случай что в емки-пур один человек дал 50 тысяч чтобы взять сандок но то чем горит я вас уважаю но вы шаббот не держите я не могу вам дать сандок и он дал другому человеку сандок почему тогда я не вижу чтобы я сегодня твилин завязал или он твилин завязал или кто все вы твилин завязали к чему мы не видим что была очередь чтобы люди пришли у нас дуа взяли потому что сандок это очень редкая вещь отфилин мы каждые видим люди это что они видят каждый на не уже его не признают приездит большой раба из израиля вся здесь нету места сидеть почему раба из израиля приехал он а если человек уже здесь не они говорят мы уже его знаем и его уже слышали человеку вот так привыкает когда человек женится он жене привыкает она к мужу привыкает вначале как они разговаривали и через пять лет смотрите как они разговаривают через пять лет я стал очень много через пять месяцев иногда когда человек чему-то привыкает это нехорошо и так то что люди берут до у сандока это тоже не грех но это смешно честно говоря здесь большой раба сидит никто буду он не берет от человек ему сандок дали все моно докумана долгу иногда даже раба и приходит для меня долгу это ник не уважение которые что ты тору знаешь это чем тору не знает и ты говоришь чтобы он тебя благословил он все должен бежать что ты его благословил дома там тоже говорится что когда человек женится или выходит замуж бог грехи молодожен прощает но прощает при условии а воно там ни в каким да это не есть такое слово на ивре тип как как означает пробка когда вы вино открываете из два вида как открывает вино или вот так вы крутите открываете а иногда есть такая открывалка которую пробку вы должны вычесть когда вы вино сегодня попили хотите его закрыть что вы делаете вы обратно пробку ставите чтобы туда насекомые не попали чтобы вино не испортилось но эту пробку можно открыть заново почему мудрецы говорят что бог грехи молодожен прощает вот например человек женился и через два дня после свадьбы невеста ногу поломала она говорит ёсэф я за тебя вышла замуж у меня все сфер идет не то я работу потеряла я ногу поломала я так я болею наверное твои грехи на меня влияют твоя судьба на меня перешла или он вышел женился на ней аварию сделал работу потерял ногу поломал он горит своей жене что ты делала раньше какие грехи ты вытворяла что я за тебя женился по и ходами тукты хама корон чапа шоды я работу потерял я ногу поломал чтобы таких разговоров не было бог говорит я ваши грехи стираю чтобы не говорили из-за твоих грехов я у меня все проблемы начались но эти грехи стираются при условии чтобы человек чтобы человек он был это соблюдал закон и чистоты семи шабот держал если он закон и чистоты не исполняет то эти грехи обратно возвращаются поэтому когда человек женится вот семь дней он является как царь и то что у людей благословляет это не грех тора говорит нельзя пренебрегать благословениями простого человека допустим что вы все книги на изу знаете вы турах он номер один пришел какой-то человек и вас благословляет а вы говорите сердце кто он такой что меня благословляет он ни одной книги одну строчку даже здесь не знает а он имеет несколько домов хаун имеет несколько бриллиантов а у него мозги из тора за тора главное на том свете не сколько у тебя домов вы видите что произошло вчера в африке земля открывается кения новости посмотрите говорят что африка может стать два материка kenya earth напишите на интернет вы увидите что земля вот так она каждый раз раздвигается это ужас и вообще говорят что раньше вся земля была одним большим куском я забыл кто это был 1850 году один человек он взял всю вот эту всю карту нашей земли и все поставил и говорит все это все подходит как один пазл просто со временем вот так эти га большие глыбы земли они раздвигаются и говорят что возможно что африка тоже она может быть как австралия отделилась они могут они говорят что африка тоже может вот так кусочек постепенно постепенно в земле раздвигается поэтому я всегда говорю когда человек он покупает дома он не должен покупать дома в одном одном и том же городе посмотрите что было в чернобыле 1986 году там нельзя жить у человека в чернобыле были сотни домов кто-нибудь за доллар эти дома купит нет потому что там нельзя жить сотни лет надо ждать чтобы эта вся радиоактивность ушла поэтому бог говорит я уважаю того человека не тот который богатый сотни домов имеет или бриллианты имеет нет от того человека который над своими характерами работает и также тору изучает вот этот человек когда кого-то да он делает бог говорит аминь а еще как материться этим языком он обманывает он плохие вещи говорит потом этим же языком он благословляет бог говорит это благословение не признаю последний вопрос на сегодня потом махалухат закончить человек он сандок дал своему папе теперь второй сын он сандок должен кому дать папе своей жены обязательно надо сначала дать 2 отцам потом он хочет третий сандок дать рабовью который его обучал торе или главный рабföе всего мира который он у него тору не изучал ком он должен дать сандок главному раба и всего мира или тому рабою который его тору обучал то же говорить нам до главного раба и всего мира мы его уважаем и любим ничего вопрос не имеем но ты не имеешь право быть неблагодарным это дробай театре обучал он всегда с тобой на все звонки отвечает всегда он тару обучает ты должен ему дать сандок потому что это называется а карата то благодарение дата дробай главный всего мира он больше имеет святости но ты должен дать именно тому садок то делайте большое добро если мама еврейка папа гой мы сказали уже однажды что гаю сандок давать нельзя и вы можете это посмотреть на интернете почему гаю сандок нельзя давать ко мне обратились двое бухарских евреев которые задали именно этот вопрос можно ли дать сандок не еврею я сказал это катить категорически нельзя и мы сказали много причин почему гаю сандок нельзя давать мугоев уважаем но сандок не и время давать запрещается пару канала луна амин вами ритана не беру хочу вверх рация а когда же бархуле законы израиль на фигах тирвана